Взгляд. BMW M4. Спарткар с большой буквы M. LBMW M4. Спарткар с большой буквы M. 22 января 2015 года. 16 часов фото, из личного архива. В 2014 году с конвейера собственного завода подразделения под Мюнхеном сходят купи M4, выделенные в отдельную, четвертую, серию купи и кабриолет тройки BMW. Еще сами достаточно редки на дорогах, а уж их прокаченные модификации вызывают повышенный интерес у любителей автоспорта. Отделение Motorsport компании BMW или просто BMW M, созданной более 40 лет назад специально для поддержания гоночной программы BMW. Сегодня известно тем, что занимается тюнингом серийных автомобилей концерна. Скромный шильдик M на корпусе означает, что перед вами авто с модифицированным двигателем, коробкой передач, подвеской, аэродинамикой, внутренней и внешней отделкой по сравнению с серийными собратьями. Big Image equals 864596. В 2014 году с конвейера собственного завода подразделения под Мюнхеном сходят купи M4, выделенные в отдельную, четвертую, серию купи и кабриолет тройки BMW. Еще сами достаточно редки на дорогах, а уж их прокаченные модификации вызывают повышенный интерес у любителей автоспорта. Внешних отличий от обычной четверки, особенно если она с пакетом M Sport, на самом деле немного, выдает породу вздутия на капоте, увеличенные тормозные суппорты до пары сдвоенных патрубков выхлопной системы. Но тот, кто считает серию M просто прокачанной версии городского автомобиля, глубоко заблуждается, даже BMW 435 и уступает M. Big Image equals 864598. Начнем с того, что многие элементы кузова заменены на карбоновые или алюминиевые. Двигатель хоть и трехлитровый рядный, а шестерку BMW S55 Twin Power Turbo M, почти как у 435i, у которого стоит мотор N55, но он тоже с индексом M, и это совершенно иной силовой агрегат. У S55 облегченный кованый коленвал, безгильзовый блок цилиндров, жидкостный интеркулер для уменьшения потери давления наддува, он и выдавил капот наружу, а также две турбины вместо одной, как у 435i. Новый силовой агрегат развивает 317 кВт, 431 л.с., против 225 кВт, 306 л.с., обычной трехлитровки. У него совершенно иная система охлаждения и облегченный карбоновый карданный вал для передачи тяги заднему мосту. В салоне различия видны и невооруженному глазу, много карбоновой отделки, россыпь кнопок для смены режимов подвески, усилитель руля силового агрегата на центральном тоннеле. Есть даже кнопка регулировки скорости переключения передач семиступенчатого автомата. В ковше гоночного кресла можно удобно разместиться, к тому же здесь есть регулировка боковой поддержки, но тянуться к ремням безопасности, крепящимся к боковым стойкам, совсем неудобно. Если у трешки стояла система электроподачи ремней, то здесь вам придется развивать природную гибкость суставов. На заднем диване людям с ростом выше среднего придется пригибать голову из-за сходящейся вниз крыши, хотя для ног пассажира места хоть отбавляй. Зимний пакет, обогрев руля, сидения и лобового стекла присутствует, но его работа не слишком эффективна, руль прогревается неравномерно, теплоту сидения начинаешь чувствовать только минут через пять, а обогрев зоны дворников в нашем климате был бы вовсе не лишним. Хотя принято считать, что спортивные заднеприводники не для зимы. Но это – дело привычки. Многие получают дозу адреналина, управляя заднеприводными автомобилями по зиме. От заноса спасает система динамической устойчивости, уменьшающая обороты двигателя при проскальзывании ведущих колес. Даже на льду или в снежной каше можно уверенно себя чувствовать, перейдя на ручное управление коробкой и включив повышенную передачу, работая двигателем в натяг. Можно, конечно, отключить и перевести двигатель в режим Это позволит автомобилю крутиться на месте, но на дорогах общего пользования лучше так не делать. Полностью раскрывается спортивный характер МК. Конечно же, не зимой. Разгон 4,1 секунды до сотни – не шутка. Облегченный двигатель Развивает мощность в 431 лошадиную силу. Кстати, на нем не установлено никаких турботаймеров, поэтому глушить его можно сразу же после максимальной нагрузки. Крутящий момент с пиком в 550 НМ практически линейный доступен в диапазоне от 1800 до 5500 оборотов в минуту, никаких турбоем. Реакция на педаль акселератора мгновенно, и автомобиль практически рвет с места, разгоняя соседей по потоку ракочущим выхлопом. ОТО. Отсечка срабатывает на 7600 оборотах. Благодаря облегченным двигателю и коробке достигнута развесовка в 52.50, что сказывается на хорошей управляемости. На М4 вместо гидравлики установили электроусилитель руля. В режиме Comfort руль достаточно информативен и мягок, а вот в режимах Sport и особенно Sport Plus он может показаться излишне тугим, но это позволяет управлять автомобилем намного острее, ведя его по траектории поворотом руля на доле градуса и работая акселератором. Адаптивная подвеска имеет три режима жесткости для обычных дорог, улучшенного покрытия и гоночных треков, но почувствовать разницу степени демпфирования неравностей нам не удалось. Подвеска в меру жесткая и не сильно передает вибрацию пассажирам. Возможно, для получения полноты эффекта необходим выезд на гоночную трассу. Прокатившись хоть раз на серии М. От BMW. Понимаешь, каким должен быть настоящий автомобиль из Баварии? Да, ценник М4 на миллион рублей выше гражданская 435 и X-Drive 3 миллиона 974 тысячи против 2 миллионов 966 тысяч рублей, но после теста М-ки пересесть на обычные автомобили захотят лишь те, кому чушь-то адреналины хочется просто спокойной езды. Продолжение следует... Продолжение следует...